Привет! Сегодня мы погрузимся в мир новейших технологий от Apple. Увидим, какие впечатляющие устройства и функции они подготовили для нас. На весенней презентации были предоставлены такие модели, как iPad Air 6-го поколения. Эта новинка стала обновленной iPad Air, теперь в двух размерах. С экраном 11 дюймов, 2360 на 1640 и яркостью 500 нит, и 13 дюймов, 2732 на 2048 и яркостью 600 нит. Технология экрана не изменилась, поэтому планшет все еще ограничен 60 герцами. Работает iPad Air 2024 на процессоре Apple M2, который на 50% производительный, прошлой модели. Объем оперативной памяти 8 гигабайтов. Пропускная способность увеличена до 100 гигабайт в секунду. Новый iPad Air 2024 получил улучшенный модуль Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Камера теперь расположена на длинной боковой грани, чтобы было удобнее общаться при горизонтальной ориентации устройства. Обновленный звук динамикой, баса стала в два раза больше. Обе модели получили поддержку Apple Pencil Hover. При работе со стилусом система показывает место нажатия, если поднести карандаш близко к экрану. Правда, работает новый Air уже с Apple Pencil Pro, который показали на этой диппрезентации и с упрощенным Pencil USB-C. Все тот же корпус из на 100% переработанного алюминием в 8 цветовых вариант. Серый космос, сияющая звезда, фиолетовый и голубой. Планшет доступен с накопителями 128, 256, 512 и 1 терабайт соответственно. iPad Pro. Новый iPad Pro с самым мощным железом на сегодняшний день. Перешагнув уже известный чип Apple M3, компания переходит сразу на M4. Этот чип создан по технологиям второго поколения. Чип энергоэффективный. Вычислительная мощность в нем на 50% быстрее, чем в M2. А еще он очень хорошо подготовлен к работе с искусственным интеллектом. За все нагрузки с ИИ отвечает встроенный в него модуль Neural Engine, который мощнее в 60 раз, чем в первой версии и обеспечивает 38 триллионов операций в секунду. Однако младшие модели оснащены 9-ти ядерным чипом M4 с оперативной памятью 8 гигабайт. А вот модели на 1,2 терабайта 10-ти ядерным M4 с 16 гигабайтом оперативной памяти. Новый чип не самое главное обновление. Новый iPad Pro впервые получил Apple OLED. Дисплей с технологией Tandem OLED Display. Она позволяет объединить сразу две OLED панели, объединяя свет от обоих, обеспечивая феноменальную яркость. Максимальная яркость устройства достигает 1600 нит. Экраны новых iPad Pro на 1,2 терабайта могут оснащаться специальным покрытием из нанотекстуры, благодаря которому на них не будет видно отражений. Но это за дополнительную стоимость, естественно. Дисплей оснащен технологией ProMotion с частотой обновления в 102 Гц до 1 Гц, что позволяет экономить больше энергии для работы устройства. Кроме того, матрица стала тоньше, поэтому и сам iPad стал легче и тоньше предыдущих моделей. И да, теперь iPad Pro стал самым тонким и легким в линейке планшетов. Всего 5,3 мм и 5,1 мм. Он даже тоньше, чем iPad Nano, что делает его самым тонким продуктом Apple за всю историю. Пока сложно представить, как планшет будет держаться в руках. Выпускается в четырех вариантах памяти – 256, 512 терабайт и 2 терабайт. Доступны два цвета – серебристый и космический черный. Корпус на 100% сделан из переработанного алюминия. Также есть ряд нововведений, которые могут расстроить будущих пользователей. В стремлении сделать свои новые планшеты более тонкими, Apple убрала слон для физической сим-карты. Теперь мобильный интернет будет доступен только через eSIM. iPad Air и iPad Pro будут поставляться в Европу без блока питания. В комплекте останется лишь кабель USB-C. Это не коснется США и множества других стран. Также компания отказалась от своих фирменных стикеров в комплекте. Apple Pencil Pro В дополнении к новинкам компания презентовала Apple Pencil Pro с несколькими новыми функциями. Работа стилус будет только с планшетами 2024 года. Главной фишкой нового стилуса стала тактильная отдача, имитирующая нажатие. Теперь, когда владелец устройства будет рисовать на iPad, он почувствует вибрацию, помогающую приблизить ощущения к обычному карандашу. Также Pencil Pro оснащен сенсорной зоной, реагирующей на нажатие. Если двумя пальцами жать Apple Pencil Pro, появится специальное окно для выбора нужной кисти или инструмента. Впервые Apple добавила в стилус гироскоп. С его помощью можно вращать объекты в графических редакторах и других мультимедиа приложениях. Apple Pencil Pro поддерживает локатор, поэтому в случае пропажи его можно будет найти через приложение. Magic Keyboard Вместе с новым iPad Pro была представлена обновленная Magic Keyboard. Значительным улучшением новой модели стал увеличенный трекпад, поддерживающий систему тактильной обратной связи, аналогичную той, что используется в MacBook. Область вокруг него выполнена из алюминия. Дизайн клавиатуры фактически не изменился, но она стала легче и тоньше. Появился ряд функциональных клавиц. Magic Keyboard доступен в белом и черном цвете. Музыка 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 Музыка